Всем привет, с вами Сергей Чураков и в этом видео я хочу с вами поделиться информацией, как зарегистрироваться в платежной системе PAYSA для того, чтобы использовать PAYSA для оплаты и для вывода денег из компании Infinii. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужно от своего спонсора получить ссылочку на регистрацию в платежной системе PAYSA. Как выглядит ссылочка? Ссылочка выглядит вот таким образом, то есть Secure.PAYSA.COM, косая черта и такой код. Я сейчас скопирую эту ссылочку, открою новую вкладку, вставляю ссылочку, то есть вы переходите по такой ссылочке, ссылочка будет под видео и также спрашиваете у своих спонсоров. То есть перешли. Дальше. Две кнопочки, видите, логин это для входа и сиганап для регистрации. Нажимаете сиганап и вам предлагается заполнить анкету, то есть вам нужно выбрать два варианта регистрации персонал либо бизнес. Разница здесь есть, разница в комиссионных. Итак, я выбираю страну, то есть выбираете нужную вам страну, я выбираю Россию по умолчанию, видимо по IP определилась. Дальше. Выбираю персонал. Так, создать ваш PAYSA PERSONAL ACCOUNT. Мистер, либо мисс, миссис, так, мистер. First name это имя, пишите все на английском языке. Last name это фамилия. E-mail адрес. Я буду использовать свой новый e-mail с высоким уровнем шифрования, который я зарегистрировал в корпорации AXS. Как зарегистрироваться, там я дам видео. Ссылочка будет в описании. Паспорт. То есть придумать надо паспорт. Так, берем сразу блокнот и ручку для того, чтобы все сразу записать. Я сделаю, чтобы было видеть, для того, чтобы мне было облегчить правильность ввода, потому что мало ли введу неправильно какую-то букву или цифру, и будет что-то не так. Так, потом не смогу войти. Так, ввел паспорт и нажимаю Get Started. Invalid Password, то есть ваш паспорт может быть от 8 до 20 символов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, еще одну букву, какую-либо циферку, либо символ. Ну, поставлю символ. И нажимаю Войти. Далее. Мы send welcome to Payser mail to, то есть они отправили на электронную почту письмо. Письмо. Сейчас зайдем, смотрим. Take to home. Письмо. Опачки. Вот оно письмо. Payser. Вот оно письмо. Hi, Эль Сервис Чуроков. You have one remaining step before your base account is ready to go. Так, Valid my email. То есть проверить мой email. Или копия вот эту ссылочку и встать брать. То есть я нажимаю Validate my email. Кликаем. Вуаля. И я таким образом попадаю в свой кабинет. Сразу здесь можно выбрать язык. Здесь, я так понимаю, гугловский перевод стоит. То есть выбираете тот язык, на котором вы понимаете. Помолчание должно быть на английском языке. И читаем дальше. Мы предлагаем, чтобы начать здесь. После того, как вы полностью. Как вы в полной настройке профиля, вы можете получить доступ к учетной записи. Можете сохранить ваш процесс и забрать, где вы остановились в любое время. Полная настройка профиля. То есть кликаем на полную настройку профиля. То есть вот сюда. Почему я должен завершить мою установку профиля? Вы можете загрузить Pay the Wallet, а также отправить полученные денежные средства. Сколько времени это занимает? Это займет всего несколько минут. Кроме того, вы можете сохранить в любой точке и закончить позже. Хорошо. Get started. Ваша отрасль. Выбирайте свою отрасль. Бухгалтерские финансовые операции. Институтная поддержка. Сельскохозяйственная строительство. Сотворческие образования. Производство. Медицинское. Вот, допустим, вот это будет. Финансовые операции. Твоя работа. Бухгалтер актуальный. Брокерский аналитик. Касса. Аджестер. Экономист. Задолженность консультант. Финансовый аналитик. Финансовый клейер. Финансовый менеджер. Агент продажный финансовый услуг. Агент продажи страховых услуг. Страховый андерайдер. Кредитный инспектор. Персональный финансовый консультант. Агент цены бумаги. Товар и продаж. Налоговая инспекторка. Электор или агент доход. Какие слова? Ну, не знаю. Выберите там что-нибудь. Что-нибудь ближе к вам. Что бы мне такое выбрать? Ну, персональный финансовый консультант. Ну, пусть будет так. И дальше. Сохранить и продолжить. Адрес. Город. Область. Страна. Я проживаю. Гражданин. Ладно. Пишите адрес. Пишите на английском языке. Выбрали почтовый индекс. Сохранить и продолжить. Тип телефона. Сохранить и продолжить. Восстановление пароля. Вы можете восстановить свой пароль, отвечая на вопрос восстановления. Выберите вопрос. То есть, как зовут вашего лучшего друга детства? Как зовут вашего первого учителя? Какая у тебя была кличка в детстве? Как звали твоего первого питомца? Что такое название улицы, где вы выросли? Каким был ваш первый номер телефона, который вы можете вспомнить? Какой цвет первого автомобиля? Ну, что-нибудь такое выбираете. И я рекомендую все выбранные вопросы записать. И записать также ответ в блокноте. Пишите ответ. Дата рождения в качестве меры безопасности. Один из способов, которым мы проверим вашу идентичность, является ваша дата рождения. Выбираете месяц, день. Защитный пин-код. Повысить безопасность ваших денежных переводов путем создания транзакции пин-кода от 4 до 8 цифр. И ставите вот здесь рычажочек, чтобы видно было ваши символы. Пин-код обязательно также запишите в блокнот. Сохранить и закончить. Вы успешно настроились в ваш профиль. Отведи меня домой. Далее. Решение настройки безопасности. Почему я вижу страницу? Пейзер стремится к вашей безопасности. Теперь вы можете добавить дополнительный уровень защиты для вашего процесса. Вход в систему с аватаром и сообщением. Подробнее об этом читайте здесь. Создайте свой аватар и сообщение. Ваш аватар и приветственные сообщения позволяют быстро подтвердить обоснованность сайта Пейзера. Это также защищает вашу личную информацию от потенциальных фишеров. Изменить аватар. Пин-транзакция. Для настройки безопасности. Пин-транзакция я уже сделал только что. Ну, давайте попробуем сменить аватар сразу. Так, оттенки. Вот так. Лицо. А, тут такое, получается, тело. Здесь человечка можно сделать. Все, от человечка сделали. Пин-транзакции вводите. То есть, тот пин, который делали на предыдущем шаге. Произложите следующие ошибки. Пожалуйста, введите текст. А, под текст. Привет. Пин-транзакция. Еще раз пин. Так. Ну что, больше ничего не требует. Подтвердите ваш аккаунт. Мените лимиты по транзакции. Ну, галочка стоит. Вводя. Ваша учетная запись не требует проверки в это время. Вы можете продолжить использовать свой аккаунт на депозит, отправлять и получать, выводить средства. Проверка будет включена на вашем аккаунте, как только вы отправите, либо получить в общей сложности 500 долларов. Так, что это значит? Давайте продолжим. Где мы отложим депозит, управлять обменом. Настройте аватару. Добавить банковский счет. Ну, в принципе, вроде как все. Дальше. Счет. Где взять вашу реферальную ссылочку? Вот здесь нажимаете счет. И вот здесь реферальная программа. Кликайте сюда. И вот ваша реферальная ссылочка. Вот такая длинная. Ее вот так выделяете. Копируете. И сохраняете. Так. Моя ссылка. Она, конечно, длинная для передачи. Как ее укоротить? Идем сюда. Вводим. Go.jl Например, так. Вводите сюда. То есть вставляете сюда. Нажимаете short URL. И у вас получается вот такая сокращенная ссылочка. Ну вот. Уже ссылочка привела. Приведена в более цивилизованный вид. Хорошо. Дальше. Как пополнить? Кликайте вот сюда. Пополнить. И здесь вам предлагается 4 варианта, 4 направления прополнения. То есть это может быть кредитная карта. Это может быть банковский счет. С кредитной карты, обратите внимание, что 5% комиссия будет. С банковского счета может варьироваться. Когда-то давным-давно переводили именно с банковского счета. Это был самый лучший способ. Дальше. Можно через обменник. То есть, например, кликаем сюда. На обменник. И сразу нам предлагается несколько вариантов обменников. То есть вы можете иметь какую-то одну валюту. Вот, допустим, анонетик эксченщик. Ну, довольно-таки неплохой обменник. Когда-то им пользовался. Кликаете на этот обменник. Обменник лучше регистрироваться на обменниках. Потому что там обычно дают какие-то скидки. И вам будет более выгодно. Так. Для обмена, для конвертации. Можно через криптовалюту. Кликаем сюда. И здесь нам предлагается 3 варианта. То есть, Индомонета, Эксмо и Биток. Ну, например, Биток я открою. То есть, как вы видите, удобно в использовании биткоин-биржа. То есть, фактически, вы можете пополнить Пейзу с помощью биткоина, если он у вас есть. Как пополнять, я думаю, здесь ничего сложного. То есть, зарегистрироваться и каким-то образом отправить именно на Пейзу. Скорее всего, это будет уже в админке самого битка. Вариант другой. Эксмо. Давайте посмотрим, что это такое. Здесь тоже биткоин используется. И вы как раз можете, опять-таки, здесь зарегистрироваться, залогиниться. И в кабинете, скорее всего, там будет способ пополнения Пейза. Дальше. Следующий способ. Индомонета. Монета. Бай биткоин, биткоин. Инстант. Бис кредит-карт. То есть, вы можете пополнить биткоин, литкоин напрямую, то есть, сразу же с кредитной карты. Дальше. Биткоин валют. Трейдинг. Платформа. По EveryOne. То есть, еще платформа для трейдинга каждый день. То есть, выбираете то, что вам нужно. Кстати, на русском языке, мы читаем на английском. Одиномерный обмен криптовалют. Вы отдаёте, вы принимаете. Что тут есть? Биткоин. Биткоин, биткоин, биткоин. Пейза. И, как раз, еще вы можете подключить здесь и Payer, и Perfect, и OkPay, и банковские карты, и Kiwi, и оплата со счета телефона. Ну, в принципе, да. Пейза выбираете. Пейза можете пополнить с биткоина, либо литкоина. Биткоин. Вводите сумму, даёте, емейл, и всё. Значит, ваш счет в Пейзе, насколько я помню, он имеет номер счета по вашей электронной почте. Снять средства вы можете отсюда. То есть, вы можете вывести деньги на банковский перевод. Ну, с помощью банковского перевода на банк. Еще один банковский перевод, стоимость 15 долларов, продолжительность 2,4 рабочих дня. Так, и на кредитную карту вы можете вывести через обменник и также через криптовалюту. То есть, на криптовалюту. Итак, обзор по платежной системе Пейза я закончил. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok